За кадром будет. Так, вот. Слава Богу. Начало нашей записи такой сегодняшней. Слава Иисусу Христу. Слава навеки Богу Святому. Сегодня такая у нас встреча. Вот. Вместе с епископом Юрием у нас молитва, общение и... В свободном ритме. Да, в свободном таком, да. В формате таком, да. И сегодня 25 число, декабря. Сегодня христианский мир, ну, не весь, но большей частью своей, подавляющим большинством, вспоминает о Рождестве Иисуса Христа. Или празднуют, или отмечают, или хотя бы даже вспоминают о Рождестве Иисуса Христа. И вот, конечно, я сегодня уже там в сетях социальных уже многим отвечал, тоже и написал там короткое послание, даже опубликовал уже сегодня, что, конечно, главное, что мы должны понимать, что мы не просто дату определенную там вспоминаем, вот, а мы событие такое вспоминаем, и благодарим Бога за действительно событие, которое имело место быть. О чуде Рождества Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Тоже, может быть, помолимся вначале, да? Да. Аминь не надо. Да? Нет, ну почему? Можете тоже помолиться, пожалуйста. И матушка тоже могла помолиться. Слава Богу. Да. Спасибо, Господи, за все. Спасибо за добрый вечер. Спасибо, Боже, за действительно великую святыню Твою. Боже, мы не просто говорим о дате определенной, потому как действительно не исторически сегодня это Рождество, а действительно, фактически само это Рождество, которое совершается в судьбах людей, в сердцах людских. Боже, спасибо Тебе, Господь, за все. Благословен Ты, Царь Вселенной. Аллилуйя. Аминь. Аминь. Тоже, может, помолитесь как-то тоже с словом или... Да, можно поговорить, пообщаться с Господом, тем более, что есть такая чрезвычайная возможность и чрезвычайное событие. Да, да. Рождество Иисуса Христа. Я хочу возблагодарить Господа Бога нашего за все то, что Он дал нам в жизни, начиная от тех дней, когда мы познали Его, заканчивая сей минутой, когда мы имеем возможность и радость общения с Сергеем Юрьевичем здесь, в Крыму. Мы благодарим Тебя, Господь, за все то, что Ты предусмотрел для нас, для нашего движения, для нашего служения, Господь. Мы благодарим славяне Тебя, Боже, за то, что Ты внес в нашей жизни такую мелодию, Мелодию Бога, Мелодию того, кто так любит нас. И здесь нотки любви в жизни нашей как никогда звучат сегодня, в эти дни, Рождественское дно, когда мы, Господь, славим и благодарим Тебя, Боже, благодарим Тебя за то, что Ты родился. Благодарим Тебя, Боже, за Твое служение. Благодарим Тебя, Боже, за наши возможности и наше служение, Господь. Ты Его благословляешь, Ты Его направляешь. Ты даешь нам, вразумляешь нас на все деяния. Мы благодарим и славим Тебя, Господь, за то, что наши возможности так широкие. Ты нам так дал много власти, Господь. У нас не только обязанности, у нас имеется власть. И мы благодарим Тебя, Боже, за это. Мы благодарим Тебя, Господь. Потому что мы без Тебя бессильны. Оказывается, мы бессильны без Тебя. И мы, Господь, ценим то, что Ты с нами всегда. То, что Ты, Духом Святым, всегда пребываешь в нас. Что мы, пребывая в Тебе, получаем то единство взаимопонимания, взаимного понимания. И та связь человек-Бог-Бог-Человек оправдывает себя только в тесных отношениях. Спасибо тебе, Боже. Благословим. Благослови нас на дальнейшие времена. Благослови нас на дальнейший следующий год, который мы будем помнить, что Ты все равно родился. Это дата не одного дня. Это дата каждого дня из 365-ти в году. Спасибо тебе, Боже, за эту возможность. Благодарю Тебя, Боже. Я благословляю всех вас, дорогие друзья. Благословляю вместе с епископом Юрием. Благословляю вас во имя Господня. Всю нашу архиепископию киевскую. Благословляю всех братьев, сестер, священнослужителей. Я сегодня получал уже поздравления, получал письма от наших тоже священников, и епископов. И всем вам огромный тоже привет и благословение Господне всем верующим, всем православным христианам, всем христианам разных конфессий, динаминаций, потому что действительно ни в ком другом нет спасения. Ибо нет другого имени под небом данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись. Слава Иисусу Христу на веки, слава Богу Святому. Аминь. Аминь. Благословляю именем Господнем, священческим этим благословением Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя. Да призрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя. Да обратит Господь лицо Своё на Тебя и даст Тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Слава Богу. Да. Так что да. Пусть Бог благословит наше чаепитие. Да. Общение. Да. Вот сегодняшнее общение у нас тема общения сегодняшнего как раз именно и Рождество Христово и вот я получаю тоже здесь у меня приходят эти регулярные сейчас общения тоже. и наверное сейчас попробую тоже подключиться вот потому что там запись это одно а это именно чтобы было еще и прямое включение у нас такое слава Богу. может тоже расскажете вот о Рождестве и вообще как вот ну тема такая как вот Христос родился для меня это чрезвычайное событие просто таки чрезвычайное когда в детстве мама была мне верующая и она говорила Рождество она это говорила с таким вдохновением что оно не поневоле пришло ко мне я когда слышу слово Рождество а тем более когда это Рождество приходит вот как сегодняшний день вот как эти времена рождественские то я настолько чувствую себя возвышенным возвышенным духовным потому что это дает сил это дает власть это дает желание еще что-то делать и сделать больше чем вчера потому что сегодня это не мерка нашим тем делам которые у нас за плечами каждый день должен внести что-нибудь новое и каждый день должен быть чем-то знаменательным и вот мне очень радостно когда наступают эти рождественские дни дело в том отец Сергий вначале сказал что Рождество это не один день это не один день разные конфессии встречают его с какими-то интервалами во времени но мне это важно важно то что Иисус Христос родился что на него было пророчество и это пророчество сбылось и это пророчество принесло нам большие изменения в нашей и не только в нашей жизни и это так здорово да слава Богу вот еще прямое включение тоже сделал сейчас у нас получилась получается и запись вот и трансляция прямая это на ютубе вот я делал как раз и с Алексеем Ивановичем уже мы не раз делали такие трансляции с епископом Кифа и с другими братьями делали сейчас вот такие трансляции и вот эти трансляции идут прямо сразу сейчас на ютуб на мой канал там много подписчиков уже слава Богу вот и верующие разных там конфессий разных динаминаций поэтому всех кто сейчас подключается приветствую всех во имя Господня во имя Иисуса Христа сегодня вместе с епископом Юрием вот в такой импровизированной студии прямо на кухне общаемся чаепитие сегодня особенный день я позначил видео подписал сейчас что рождественская беседа назвал так в черновике может быть как-то по-другому еще можно назвать но вот на ум пришел первое что рождественская беседа почему потому как сегодня 25 декабря и ну и по всему миру христианскому как бы известно что эта дата особенная такая в календаре Рождество Господа Бога Спаса нашего Иисуса Христа и вот значит конечно рождественская тема она огромна в православной традиции вот древней православной традиции обычно мы празднуем 25 декабря по старому стилю а по новому это соответствует уже 7 января вот но почти весь христианский мир то есть вот католические церкви да значит протестантские церкви все таки большая часть православных ныне церквей также в мире я имею ввиду вот Константинопольский поселенский патриархат антихийская церковь другие православные церкви в мире какие существуют большая часть из них также празднуют по новому стилю так называемые новостильники да как бы есть такое выражение старостильники новостильники вот но я думаю что вопрос времени как бы такого единообразия хотя в принципе на самом деле как вот уже было сказано тоже епископом Юрием что это не просто дата день сегодняшний или завтрашний какой нет это или 7 января нет это каждый день нашей жизни фактически потому что не знаю но вот каждый день люди обращаются к Богу духовно возрождаются сегодня один брат написал я забыл как его звать значит с фейсбука один из друзей я там ну так все-таки большую половину больше половины всех там друзей моих я как-то больше или меньше лично знаю значит но все-таки немалая часть там и тех кого я еще лично и не знаю не встречал в жизни но бывает так что вот эти допустим годы там раз кого-то встречаешь бывают даже так случайно встречи где-то приехал допустим в какой-то город какой-то церковь раз и после служения обычно подходит кто-то там юноша девушка я его знаю да я его знаю мы со мной в друзьях а где я уже так спрашиваю я наблюдал одноклассники или вконтакте или там на фейсбуке то есть я часто говорю такую фразу что я рад пожать моему виртуальному другу реально при встрече руку да значит кстати жалко я не фотографировался только сделал буквально 2-3 фотографии только с такими как раз братьями надо будет на будущее намотать на уз при встрече тоже делаются фотографии чтобы вот мы теперь и вот реально знакомы кстати в Киеве там зашел в синагогу Бродского значит ну перед шабатом в пятницу приехал и купить халы виноградный сок с Израиля значит там значит и я там не думал что мне там кто-то знает а уже выходя подошел один еврей и говорит а вот приветствую с Донецком тоже встречались вы нам библейский институт слова жизни приезжали а да слава богу помню очень хороший институт слушайте значит и слово жизни да значит и там в других библейских школах я там был ну так вот и пусть Бог вас благоставит и молимся о мире чтобы действительно чтобы как можно быстрее всякая вражда прекратилась и действительно Бог послал свой мир в сердца людские и между народами слава богу вот и ту историю расскажу значит и вот значит и все я уже купил халы выхожу уже и подошел один ко мне ну такое да прихожане на той синагоге будем договорить а вы говорит Журавлев я говорю да мы с вами в друзьях на фейсбуке друзья он он не христианин он не мессианский даже еврей он обычно ортодоксальный но интересующийся христианством общается с христианами да дай богу мне очень понравился его там настрой такой оптимистичный такой открытый такой и мы с ним пообщались слава богу слава богу вот так что вот так вот да и порой вот так виртуальные друзья становятся реальными друзьями так вот и тот товарищ я забыл как его звать он написал значит сегодня у себя там и у меня там в новостях оно все высветилось он пишет что там 25 декабря 7 января я знаю он написал примерно так ну на русском языке примерно так звучит его мысль что значит я знаю что Рождество Христово в моей жизни говорит произошло 1 января а почему потому что 1 января там сколько-то лет назад я отдал свою жизнь Иисусу Христу так получилось вот прямо во время собрания служения которое было 1 января я покаялся стал христианином вот и для меня вот это вот Рождество Христово в моей жизни вот поэтому я праздную все время так но я кстати студентам так не помню в Донецке я говорил об этом но по-моему так сейчас нам будет сделать небольшой перерыв потому что аккумулятор приказывает долго жить так слава богу да мы сейчас сделаем небольшой перерыв и продолжим потому что зарядка все аккумулятор садится уже так так что оставайтесь с нами буквально через пару минут сделаем повторное продолжение сделаем хорошо все говорят хорошо слава богу куда же деваться слава богу так сейчас я здесь сохраню тоже сохраню вот оно пускай сохраняется а здесь надо будет просто